Колбы с образцами, профильные лекции, приборы для исследований. С помощью этих элементов школьники постигают азы естественных наук. Тема дня – свойства воды. Юные натуралисты из уст преподавателя узнают об уникальных качествах живительной влаги, чтобы позже применить знания в обычной жизни. Я познакомила детей с тем, какое есть оборудование при изучении качества воды, как можно в домашних условиях использовать то или иное обыкновенное домашнее средство для уточнения качества воды. Это одно из трех новых направлений в детском эколого-биологическом центре. Оно вошло в программу с открытием экостанции. Здесь же школьники знакомятся с агротехнологиями и изучают почву. Самые интересные занятия, по мнению учеников, практические. К примеру, недавно ребята посадили семена овощных и зеленых культур. И уже через неделю микрозелень взошла. Можно собирать урожай. Мне очень нравится, что тут очень много исследуют именно природу, микроэлементы и макроэлементы. Потому что я собираюсь связать свою профессию. Связать эту свою профессию, она называется эколог. Я буду экологом. Найти себе занятия по душе могут и будущие ветеринары. Живой уголок появился в центре одним из первых. Сейчас самому старшему питомцу, кролику Фили, почти 10 лет. Со временем у него появились друзья – морские свинки, черепаха и целая семья попугаев. Вся не рада гостям. А коммуникация детей и животных зарекомендовала себя не только со стороны образовательной, но и с точки зрения ментального здоровья ребятишек. На базе живого уголка у нас детки занимаются программе «Одноименный живой уголок». Ребятки приходят от 9 до 14 лет, занимаются изучением животных, как их правильно содержать в домашних условиях, что им требуется для этого, чем кормить, как правильно стричь коготочки, как правильно ухаживать за животными. Создать площадку для обучения детей помог нацпроект образования. Благодаря федеральной программе в Ульяновской области открыли и другие кружки секции. Направления самые разные – туризм, спорт, наука, изобразительное искусство и дальше по списку. Занимаются любимым хобби в свободное от школы время 83% детей от общего числа школьников региона. Как отметили в профильном министерстве, это позволяет ребенку развить свои способности, проявить себя в разных сферах деятельности, а ученикам средней и старшей школы определиться с будущей профессией. Есть направления, связанные со спортом. И начиная с прошлого года, а следующий год является для нас приоритетным, мы будем открывать дополнительные места в системе общеобразовательных организаций, связанных с открытием мест в театрах. То есть будем создавать театральные студии, театры, музеи, музейные комнаты, музейные экспозиции. Причем приоритет на следующий год, чтобы музеи и музейные экспозиции были военно-патриотической направленности. Кроме того, решено открыть новые кванториумы. Один в Димитровграде и два в областной столице. Они будут работать на базе школ. На строительство и оборудование современных площадок направлено 20 миллионов рублей из федерального бюджета.